И в дождь и в снег. В любую погоду в Кирове продолжается строительство детских садов в микрорайонах Урванцево, Долгушино и Ганино. Рабочие стараются уложиться в срок, ведь до сдачи объектов остался месяц. Возможно ли всего за полгода с нуля построить три новых детских сада? Сегодня за ходом строительных работ наблюдала Екатерина Зубарева. На первом этаже штукатуры, на втором отделочнике. Прораб Александр Загузин контролирует, как идут строительные работы в новом садике в поселке Ганино. Сдать объект должны к 25 декабря, но работы еще много, поэтому трудиться приходится сверх нормы и даже по выходным. Но самая главная проблема, рассказывает начальник стройки, это высокая влажность в здании. Влагу сейчас выгоняем, скоро криточники приступают и полностью к отделке. Опытные, рабочие, со стажем, все нормально должно быть. Снаружи дела идут чуть лучше. Сейчас рабочие закрывают крышу, монтируют запасные выходы, а в ближайшие дни начнут устанавливать детские площадки. О том, что в срок могут не уложиться, здесь пока не думают. А вот оптимизма настройки в микрорайоне Долгушина не хватает. Здесь тоже идут отделочные работы, как снаружи здания, так и внутри. Рабочие штукатурят, красят, устанавливают двери, занимаются проводкой. При этом сами в чудо не особо верят. Уложиться в строки, рассказывают, будет действительно сложно. Тут надо еще тысячу светильников повесить. А когда мы будем бешать, пока еще? Точно не знаю. А вот глава города Владимир Быков ничего не загадывает, а знает наверняка. Строители успеют. Просто других вариантов у них нет. В пятницу 20 ноября он лично проверил все четыре объекта и сделал выводы. Сегодняшняя поездка дала уверенность в том, что с возложенной задачей строители справятся. Отступать некуда. Мы должны завершить эту работу в срок. И мы ее завершим. Несмотря на то, что строительство еще продолжается, уже сейчас известны заведующие детскими садами. Руководство будущих дошкольных учреждений занимается закупкой мебели. Сотрудники подобраны. И как только будет утверждено штатное расписание по строительной готовности объекта, так сразу же они придут на работу. Ну и такая же работа ведется с педагогами. То есть воспитатели, педагоги-психологи, музыкальные руководители, инструкторы. Нет нехватки. Ну, я думаю, справимся. Уже известны и первые воспитанники этих детских садов. В департаменте образования составлены предварительные списки. Те родители, которые хотели направить своего ребенка именно в новое дошкольное учреждение, уже написали заявление. Главное, чтобы 25 декабря двери для детей открылись не на стройку.